Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Крупный план. Здравствуйте, в эфире программа «Крупный план». Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня крупным планом в нашей студии Сергей Береснев, директор кировского филиала компании «Т-Плюс». Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. Наша встреча, сегодняшняя наша беседа, приурочена к Дню энергетика, который отмечается 22 декабря. И вот у вас сейчас есть прекрасная возможность своих коллег поздравить с этим праздником. Да, я поздравляю всех наших коллег с Днём энергетика. Желаю безаварийной работы. Ну и, конечно, обязательно в каждой семье, чтобы было тепло, чтобы было светло, чтобы было уютно. Мы встречаемся с вами накануне нового 2017 года. И, разумеется, хочется задать вопрос по итогам 2016. Чем вам запомнился этот год уходящий? Какие основные моменты можете отметить? Вы ведь как раз в 2016 году стали руководителем кировского филиала компании. Да, в 2016 году произошел перевод. Меня как директора Виаткоторф на кировский филиал, я стал директором кировского филиала ПО «Т-Плюс». Но основная задача ставилась передо мной и нашим руководством следующая – составить и защитить пятилетний бизнес-план, который мы с честью защитили в Москве. Как раз недавно это произошло. А чем, собственно, обусловлено появление вот этого плана? Чем вызвано? Ну, я думаю, что все согласятся о том, что надо смотреть на перспективу, на горизонт более чем на один год, видеть, как мы изменяемся, для чего мы существуем, для того, чтобы поддавать тепло и свет, в первую очередь для горожан. И поэтому, как должна развиваться тепломагистральная сеть, как должна развиваться передающая сеть, как должны меняться мы, хватает нам генерирующего оборудования или не хватает, или оно в избытке. То есть на все эти вопросы мы, я считаю, что ответили и для себя составили план развития на пять лет, который включает вот эти все вопросы. То есть там отмечены, как обычно бывает, и количественные, и качественные показатели, к чему мы должны стремиться. Мы должны то оборудование, которое сегодня мы эксплуатируем, привести в целевое состояние, то есть чтобы оно работало безотказно. Мы должны качественно отработать по тепловым сетям в течение этих пяти лет, чтобы привести его опять же в целевое состояние, для того, чтобы граждане почувствовали, что, а я бы даже сказал, не то, чтобы граждане почувствовали, а чтобы граждане не чувствовали, что у нас есть какие-то перевои с отоплением или с горячей и водой, а просто получали ресурсы каждый день, здесь и сейчас. То есть во главу угла все равно жители города ставятся, да? Абсолютно. Их комфортность, их безопасность пользования ресурсами. Абсолютно. Только так. В этом году активно проводилась, безусловно, работа по подготовке к отопительному сезону, и удалось не только заняться вашей компанией ликвидацией дефектов, но и реконструкцией теплосетей. В чем заключалась, давайте напомним, это реконструкция, какие планы ставились, чего достигли, и собственно дальнейшее продолжение этой деятельности в следующем уже году интересует. Да, реконструкцию мы провели достаточно обширную по этому году. По плану, который был согласован с администрацией города Кирова, мы все отставания по предыдущим программам устранили. То есть сейчас все, о чем мы проговорим каждый год с администрацией города, по муниципальным сетям, все программы мы реализовали. А с чем у вас отставания были связаны? Отставания, ну основная причина была отставания с неоплатой населения, с неоплатой управляющей компанией. Нам, естественно, мы в этом году чуть шире шагнули по кредитным ресурсам, и все-таки эти отставания мы ликвидировали. Более 12 километров тепловых сетей мы переложили, то есть те граждане... Давайте напомним, где. Давайте напомним, где. Это улица Юровского, улица Солнечная, это улица Правды, улица Свободы в двух местах мы перекладывали теплотрассу, Свобода Милицейская перекладывали сети от СТП к домам. То есть вот улица Тимирязева, такой достаточно серьезный рывок мы сделали по улице Тимирязева, по самому сложному участку. Мы поднялись и соединились с уже проложенными в прошлом году новыми теплосетями. Мы обеспечили надежность на этом участке, это точно. Хотя изначально не планировали этот участок брать в работу. Что это дает в итоге? Вот именно в этом, в этой конкретной точке? В любом случае все перекладки дают снижение потерь и дают безопасность и надежность только для этого. На следующий год какие планы ставить перед собой, увеличить возможно этот километраж переложенных сетей? У нас очень желание, конечно, есть огромное. Мы обсуждали вопрос не так давно в пятницу с министром строительства и ЖКХ. Который посетил наш город. И проговаривали, как мы видим, дальнейшее обновление сетей, в том числе муниципальных сетей по городу Киров и получили я считаю, что полное одобрение и министр строительства и ЖКХ нам сказал о том, что переход на концессионную модель поддерживается всеми и президентом, и правительством Российской Федерации, и его министерством. Конечно, в такой ситуации просто нам надо двигаться вперед не такими темпами, которые есть сейчас, а удваивать, утраивать эти темпы. В принципе, для понимания, чем федеральный центр может помочь вам в вашей деятельности, чего вы ждете? Вот смотрите, мы обсуждали уже этот вопрос в этой же радиостанции, мы видим о том, что там наши собственные сети, которые есть у нас на балансе, мы самостоятельно обслуживаем и реконструируем, тут, наверное, вопросов никаких не может быть, но у нас есть и муниципальные сети, и муниципальных сетей наибольшее количество в городе Кирове, это практически 800 километров. Это в процентном соотношении, если говорить, сколько муниципальной собственности и сколько у вашей? 63% муниципальной собственности, 4% это сети прочих организаций и все остальное у нас. То есть там у нас остается... 30 с небольшим, да? Да, 30 с небольшим, 33%. Вот. И основная задача у нас найти финансирование под муниципальные сети. Каким образом вы собираетесь искать эти деньги? Вот этот вопрос мы задавали менее. Конечно, он сказал, что прямых федеральных денежных средств пока такой программы не много. Программ не существует таких. Вот. Но, тем не менее, есть программы, которые позволяют привлекать ресурсы заемные под концессию сетей. Примеры уже есть такие в России? Примеры есть. Когда эта схема работает, система работает? Примеры есть. Я хочу сказать о том, что такая схема работает и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Чувашии, и во Владимире, и во многих городах, потому что на сегодняшний момент передача муниципальной собственности коммунального хозяйства возможна только по концессионной модели. И сейчас невозможно будет передать ни по аренде, ни по какой-то другой схеме, а только концессия. А концессия подразумевает модернизацию. Когда мы получим вот эту модель концессионную? Ваше видение? Ваши планы? Мы мечтаем о том, что в 2017 году мы начнем реализовать эту модель со значительным увеличением перекладки и муниципальных наших сетей. Насколько вы готовы сейчас? Наш филиал Т-Плюс готов к этому? Готовность к этому и морально-физическое она есть, но вот с чем я выступал на последнем съезде Вятской торгово-промышленной палаты, конечно, мы ищем партнеров. Партнеров. Но об этом мы чуть позже поговорим. Сейчас у нас небольшая пауза. Я напомню, что это передача «Крупный план», и мы беседуем с Сергеем Бересневым, директором кировского филиала компании Т-Плюс. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Крупный план. Продолжается наша беседа с Сергеем Бересневым, директором кировского филиала компании Т-Плюс. И у меня очередной вопрос. Есть решение о том, что с осени следующего 2018 года жители города Кирова будут платить за тепло, как и за остальные ресурсы. То есть, по факту. Что, скажите, пожалуйста, изменит новый порядок расчетов для вас непосредственно? Насколько это выгодно? И что это даст вообще энергетической сфере? Ну, я бы хотел сказать так, о том, что за тепло вот это последние ресурсы, за которые платят как-то по странной схеме со срочкой по одной, двенадцатой. Платят жители или платят управляющие компании? Платят и жители, и управляющие компании. Потому что за газ любой человек понимает, сколько он потребил, он платит. За электроэнергию любой гражданин он понимает, сколько потребил, он платит в этот же период. И так далее. То есть, не буду ресурсы перечислять. За воду то же самое там по приборам учета сколько вы потребили, столько и заплатили. Остается у нас тепловая энергия. За тепловую энергию люди потребляют ежедневно, ежемесячно учет можно поставить и, как правило, в большинстве домов по городу Кирова этот учет уже налажен. Каждый дом оборудован прибором учета. То есть, мы видим, что тепло потребили. А как за него заплатить? Конечно, самое правильное о том, что платить так же, как по всем остальным ресурсам. Ресурс потребили, за ресурс заплатили. Тогда получается правильная и грамотная схема без каких-то двойных, тройных пересчетов. Потому что сейчас проверить управляющую компанию, правильно она начислила жителям за потребленный ресурс, практически невозможно. Таких нет механизмов, да? Практически невозможно. Потому что у управляющей компании, у крупных управляющих компаний домов много. И как вычислить, какую долю составляет каждый дом, а есть еще не приборные дома, это получается практически практически бесконтрольное потребление и постоянные споры с объемом потребленного ресурса. То есть, конечно, мы говорим о том, что надо а, прибориться, и б, надо платить за тот ресурс, который фактически потребили. И чтобы жители тоже могли контролировать свою управляющую компанию. А прибориться вы имеете в виду на дом или у каждого индивиду? Общие домовые приборы учета. Да, общие домовые приборы учета. Еще каких технических новшеств это потребует с вашей стороны? Я думаю, что тут каких-то серьезных новшеств не будет. Просто переходят с платежей 1 и 12, когда на весь год раскладываются платежи, на фактическое потребление. То есть, если нет фактического потребления, расчет идет из нормативного потребления, конечно. То есть, для вас, как ресурсов обожающая организация, это благо, в общем-то, положительный момент? Да, то есть, сейчас получается так, что там мы ждем тех денежных средств, которые вложили в топливо, в ресурсы для транспортировки там практически год, а чуть позже, со следующего года мы будем получать платежи ну там через месяц, через два месяца, как правило, так. Ну, положительного эффекта насколько его быстро ожидаете? Это не дает нам дополнительно каких-то денежных средств, не дает никаких преференций, просто дает повышенный денежный поток именно в отопительном сезоне. Конечно, он нам нужен для того, чтобы дозакупать топливо, это точно нам будет на руку, конечно, мы этого ждем. Вы сможете, насколько я понимаю, оперативней ситуацию как-то корректировать и работать в этих рамках. Давайте вернемся к тому, что вы сказали чуть ранее, это ваше выступление на съезде Вятской торгово-промышленной палаты, вы выступали с докладом и заявили о том, что рассчитываете на более серьезное сотрудничество с кировскими компаниями, строительными и перерабатывающими организациями. Абсолютно. О чем идет речь? Какого рода сотрудничества? Мы только что уже сказали о том, что есть сейчас наша производственная программа по модернизации сетей, 12 километров, это много или мало по программе перекладки и практически 12 километров, те же 12 километров мы перекладываем по программе ремонта. То есть, те ремонты, которые у нас каждый год бывают, там по одному, по два, по три метра дефектный участок мы вырезаем, меняем, и все эти участки, они складываются в длинную такую вот магистраль, 12 километров погоды, достаточно много. Если мы увеличиваем объем перекладок, то это увеличение работ. И мы уже в этом году обращались к строительным компаниям для того, чтобы совместно участвовать в этой работе, совместно участвовать в устранении дефектов, совместно участвовать в перекладке, нам нужны грамотные подрядчики, нам нужны ответственные подрядчики, которые бы, подписав контракт с нами, не сорвали сроки. А как это обычно происходит? Вы своими силами вот эти все работы производятся? Перекладки сетей, это перекладки как магистральных, так и внутриквартальных сетей, как правило, мы привлекаем подрядчиков. Подрядчики бывают разные, кто-то с именем дорожит именем, кто-то без имени и именем особо не дорожит, но хотелось бы, чтобы мы нашли достойных подрядчиков. Ну, тогда получается, не обязательно это должно быть кировские, можно привлекать из других регионов, но лишь бы они делали на совесть, исполняли все, Не обязательно, чтобы это были кировские, но чтобы были качественные подрядчики, это да, но смотрите, сейчас, когда рынок строительства жилья, он снижается, строители вынуждены искать применение своим силам. Ну, понятно. Конечно, негативно скажется, если строительный рынок будет сжиматься, если будет уменьшаться количество работающих, занятых в этой сфере, конечно, правильно сейчас строительным компаниям находить другие рынки. Вот мы предлагаем другой рынок, чтобы к нам они пришли и участвовали в конкурентной борьбе и смогли показать свое имя, свою марку именно на другом попище, на попище теплосетей. Вы какой-то уже отклик получили от строительных компаний? Да. Как они вообще реагируют на такое предложение? Конечно, на сегодняшний момент там люди приходят, с людьми общаемся. Вы рассказываете, вот нужно сделать это, вот это, вот это, вот это, какие наши требования. Соответствует ли вы, да? Да. Опять же, все закупки, которые происходят у нас, в том числе и для нужд тепловых сетей, они происходят на конкурентной основе через открытые процедуры. То есть, на сайтах вывешена вся информация, любой подрядчик может посмотреть, какой конкурс сейчас проходит, на какой объем. на следующий 2017 год у нас утверждена годовая комплексная программа закупок и можно увидеть, где можно привлечь себя, показать себя. Это нам интересно. Кроме этого, мы видим и испытываем трудности по трубной продукции сразу в предизолированном состоянии, в ППУ-изоляции из-за профлексовой трубы, которую мы покупаем за пределами Кировской области. Они у нас не производятся в регионе. Они у нас не производятся практически. По ППУ-изоляции у нас есть одна компания, которая в этом году практически не справилась со сроками поставки продукции. Конечно бы, нам хотелось, чтобы вот и на этот рынок пришли качественные подрядчики, которые могли поставлять законтрактованный объем в установленные сроки, а количество теплосетей, повторюсь, будет увеличиваться по перекладке. Но наше местное производство, если бы у нас это все делалось, это бы удешевило в какой-то мере? Я думаю, что да. Продукцию эти же трубы. Большая часть продукции по изоляции у нас привозилась из Подмосковья, из Татарстана, из Санкт-Петербурга. Конечно, транспортные расходы ни к чему не нужны, но надо говорить опять же и про занятость в нашем регионе, и про поступление в бюджет. потому что мы живем здесь и надо развивать промышленность в Кировской области. Кроме этого, по партнерским отношениям мы на съезде говорили и о том, что рядом с нашими площадками, рядом с ТЭЦ, с ТЭЦ 4, с ТЭЦ 1, с ТЭЦ 5, с ТЭЦ 3, есть промышленные площадки, где можно размещать производство. Это лучшее место для того, чтобы получить самую дешевую тепловую энергию, для того, чтобы получить самый дешевый пар, для того, чтобы спокойно, без каких-то глобальных ограничений получить доступ к электрической энергии. То есть, это хорошие места для развития крупного бизнеса, крупной промышленности. То есть, если бы там появлялись такие предприятия, они точно должны видеть наши площадки. Но вы готовы сейчас сказать потенциальным инвесторам, пожалуйста, приходите к нам, мы вам все объясним, расскажем, покажем. У нас есть земля, у нас есть возможность подключения к подаче самого, наверное, дешевого теплоносителя, который есть по Кировской области. У нас есть пар, у нас есть возможность подключения к электрической энергии, у нас есть возможность полного обеспечения водой. То есть, вся наша инженерная инфраструктура, которая на сегодняшний момент до конца недозагружена, то есть, мы ее можем дозагрузить и помочь какому-то предприятию развиваться здесь, в Кировской области. А конкретный проект есть, этого предполагаемого предприятия? Вот смотрим и делаем так, как написано. В правительство в Кировской области мы отправляли материалы по свободным площадкам, где можно размещать эти производства. Есть и у нас эти презентации, презентационные материалы, конечно, мы приглашаем пока всех. То есть, обсуждаем с крупными предприятиями Кировской области их варианты расширения, но пока только обсуждаем. конкретного шевеления, простите, нет какого-то нет контрактов на то, чтобы кто-то к нам пока приходил, останавливался и с нуля строил готовое производство, которое потребляет большое количество тепловой энергии. А какие препятствия здесь? Препятствий нет. Я считаю, что просто экономическая ситуация на рынке для развития, для инвестирования она не самая благоприятная. То есть, сейчас на спаде мало кто желает строиться, но я думаю, что будет и этап развития и наши площадки будут востребованы. Обращаем всех. Я напомню, что мы беседуем с Сергеем Берестневым, директор Кировского филиала компании Т-Плюс. Мне хочется еще спросить про вашу работу и про ваше взаимодействие с различными общественными организациями, в частности, с Центром общественного контроля в сфере ЖКХ. Структура действует в рамках Общественной палаты Кировской области. Они мы знаем зачастую совместно с вами участвуют в обсуждении тех или иных проблем, в поиске тех или иных решений. Насколько конструктивна эта деятельность? Я считаю, что это конструктивно и нам работать без общественного контроля или общественной оценки тоже нельзя. Общественная палата приглашала нас компанию Кировский филиал ПАВТ-Плюс тепловые сети для обсуждения вопроса по тепловым сетям. Муниципальное образование города Кирова такую встречу мы проводили. Обсудили варианты возможного выхода из ситуации, когда нам очень срочно и правда очень важно обновляться. Вот такой конструктивный подход всегда радует, когда общественники понимают, о чем мы говорим. там в том числе речь о концессии в том числе и про концессию обсуждали и другие варианты обсуждали. Конечно, общественники подняли вопрос по синхронизации перекладки магистралей тепловых сетей и синхронизации с дорожными работами. А, чтобы не получалось в той ситуации, когда подземная коммуникация там что-то сделана, а потом... Нет, наоборот. Когда у нас есть такая пословица о том, что если кладут асфальт, то значит завтра его будут скрывать для проведения каких-то иных работ. чтобы не было такого. То есть мы и свой план составляем сейчас с администрацией города, мы синхронизируем эти работы. И кроме этого, в период запуска по отопительному сезону общественная палата и общественные контролеры приезжали к нам, смотрели, как запускаемся, какие трудности есть. То есть они видели своими глазами там те дефектные участки, которые мы отрабатываем, с которыми мы боремся. Я считаю, что вот эта открытость, она и должна где-то пояснить людям, во всем ли виноваты тепловые сети или все-таки есть в каких-то моментах вина кого-то другого. Здесь не про вино мы говорим, конечно, это надо видеть и знать, что мы делаем. У нас сейчас будет небольшая реклама, мы продолжим через полтора минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Крупный план. Продолжается программа Крупный план. Я напомню, что гость нашей студии Сергей Береснев, директор кировского филиала компании Т-Плюс. Мы продолжаем. Кстати, ведь практически половина отопительного сезона 2016-2017 уже позади. Слава Богу. Слава Богу. Как протекает сезон отопительный? Ну, я хочу сказать, что станции подготовились к сезону отопительному достаточно серьезно. Здесь больших замечаний нет. Но сети и сети где-то лучше, где-то хуже. Стараемся, чтобы люди не почувствовали, что есть какие-то дефекты. И стараемся, опять же, чтобы у всех всегда все было и тепло, и горячая вода. Сейчас хотелось бы поговорить о такой внутренней, интересной, надо сказать, жизни нашего филиала компании Т-Плюс. В частности, тему благотворительности и спорта хочется поднять. Сейчас благотворительная деятельность, она в какой стадии, какие проекты реализуются? Ну, и тут вспомнить можно, конечно же, то, что было совсем недавно. По благотворительности я хотел бы сказать так, о том, что, конечно, компания Шакировский филиал это та компания, которая полностью работает на тарифах и свободных денежных средств практически у нас нет. Но так или иначе, вот сейчас те мероприятия, которые мы проводим, это проводится практически все за счет нашего внутреннего энтузиазма. щедрая весна, которая проходила весной, где мы напомните суть. По сути, я хочу сказать следующее, приезжали к нам Сосновская школа-интернат, мы собирали концерт, проводили перед сотрудниками нашего филиала и выставляли ребята из домов-интернатов свои вещи, которые сделали своими руками, и мы их покупали, проводили аукционы, аукционы также проводили и по продаже каких-то ценных для каждого работника вещей, можно было и все деньги, вырученные от продажи этих вещей, они шли естественно на благотворительные цели. Тем самым мы помогли дому-интернату детскому собрать денежные средства на какие-то необходимые вещи, мы передали это им. Я считаю, что да, это хорошее начинание, мы каждый год решили такую историю продолжать. То есть щедрая весна 2017, она с уверенностью можно сказать будет? Весна будет щедрой в 2017 году, дай бог, чтобы конечно не испытывали дома-интернаты каких-то финансовых затруднений, но тем не менее, если такие будут, все энергетики готовы откликнуться и пожертвовать. Кроме этого, у нас и внутренние акции существуют, коллектив достаточно большой, у нас работает порядка двух с половиной тысяч человек, если вдруг кто-то из нас, работающий что на станции, что в тепловых сетях, испытывает трудности, болезни детей, родственников, близких или какая-то нечаянная болезнь наших работников, то естественно, мы все откликаемся и помогаем друг другу. Так, давайте коснемся темы спорта. Насколько ваши сотрудники были активны в спортивном смысле выходящем в 2016 году? Сдавали ли нормы ГТО? Точно. Проводили ли какие-то внутренние корпоративные спортивные мероприятия? нормы ГТО сдавали. У нас, я хочу сказать, что среди работников энергетических предприятий, а сегодня такой правильный день, день энергетика, все работники участвуют, большинство работников участвуют в корпоративной спортикиаде. Сначала идет корпоративная спортикиада, где мы определяем лучших спортсменов не только кировского филиала, но и когда выходим на уровень Москвы, то уже там боремся за какие-то призовые места. Но и среди работников энергетических предприятий, Кировэнерго, Горэлектросеть, Коммунэнерго, мы проводим свои внутренние мероприятия, определяем по видам спорта лыжный бег, ранее было плавание, волейбол, В общем, стараетесь искать, что кому интереснее. Что кому интереснее. Вот мы ищем это и, конечно, приятно, когда наша команда выигрывает. Не всегда это бывает, но всегда кто-то должен быть сильнее. Ну, вообще, по-моему, по определению энергетик, он должен такой, энергия-то изнутри тоже светится. Давайте еще вспомним про интересную акцию, которая была у вас в этом году, Энергоночь. Энергоночь 2016, будет ли она такой плановой, традиционной станет? Ну, достаточно массово объявляли ночь музеев, в музей привлекали посетителей. В мае. В мае. В мае привлекали. И мы подумали, у нас есть музей, где выставлено по энергетике практически все, то есть, можно посмотреть, как развивалась энергетика, что ранее применялось, что сейчас применяется в энергетике. То есть, есть у нас такой музей, музей энергетики. И, опять же, совместно с энергетическими компаниями мы решили провести такую акцию Ночь, Энергоночь 2016 в рамках Ночи музеев получили достаточно хороший отклик, более 300 гостей. И все-таки намереваемся провести точно такое же мероприятие в 2017 году. Я считаю, что в 2017 году уже, наверное, гостей будет трудно вместить в эти помещения. Но подумаем, как это реализовать. Ну, смысл, основной посыл проведения этого мероприятия это более бережное отношение, да? К энергоресурсам это, конечно, популяризация нашей отрасли, нашей профессии. Кроме этого, на театральной площади играми и квестами мы провели фестиваль энергосбережения вместе ярче. Вот там, да, там мы говорили о том, что надо беречь электрическую и тепловую энергию, не забывать базовое правило, уходя, выключаем свет, лучше отрегулировать систему теплоснабжения дома, чем открывать форточки. Конечно, это мы об этом и говорили на акции вместе Эрчи. А, кстати, вы лично в своей жизни насколько пользуетесь этими навыками энергосберегающими? Вот сейчас сказали выключаю свет, там энергосберегающая лампа. Выключаю свет, энергосберегающая лампа, и вот на театральной площади спрашивали телеканала, о чем же я мечтаю, все-таки я мечтаю, чтобы в каждом доме в городе Кирове стояли индивидуальные тепловые пункты, чтобы можно было каждому дому самостоятельно отрегулировать температуру теплоносителя, которая была бы комфортна для жителей, и чтобы не было такого начала отопительного сезона, окончания отопительного сезона, а можно было самостоятельно выключая, убавляя, всегда получать ресурсы, даже там летом в холодные дни, в дождливые дни можно было чуть-чуть добавлять тепловую энергию А, кстати, среди своих сотрудников вы какую-то пропагандистскую работу ведете? Абсолютно. Настаиваете на том, что нужно быть более цивилизованным, чтобы они потом в свою очередь по городу разносили эти знания, чтобы сеть такая появилась? У нас даже не так давно выпускалась книжка для детей про экономию ресурсов. То есть в этой книжке доступным языком на картинках в таком сказочном шуточном варианте было написано, что все-таки надо делать для того, чтобы сберегать энергию. А вот еще такое новое интересное направление работы Совет молодежи, тоже появившийся в 2016 году. Что за совет? Какие цели ставятся? Смысл этого нового образования? Нам приятно осознавать о том, что все-таки наши вузы готовят энергетиков, энергетики приходят к нам на производство, и вот молодые люди пришли достаточно активные, заряженные, интересные. Они хотят что-то изменить, сделать лучше, оптимизировать, поделиться этим с такими же молодыми специалистами на других предприятиях. Вот в этом году мы создали Совет молодежи, и на базе нашего предприятия как раз и проходил форум Советов молодежи промышленных предприятий города Кирова. Интересного начала мы всячески поддерживаем. Но, конечно, в первую очередь ребята говорили о том, что надо поддерживать инициативы, движения, давайте развиваться, чтобы было нам интересно проводить время, отдыхать, но не только об этом. То есть мы договорились с ребятами о том, что в секции пока в этом году у нас не было такой о том, чтобы обмениваться вот как раз мы о чем и говорим, интересными предложениями в качестве экономии энергоресурсов. То есть у нас это есть, на других предприятиях наверное у кого-то есть, у кого-то нет, чтобы смотреть и думать за счет чего можно сэкономить. Сэкономить для предприятия или что-то новое внести на предприятие, чтобы они уже приходили на свое предприятие, даже в чем-то удивляли старых работников, обменивались опытом. Это интересное начинание, я считаю, что мы его будем поддержать. Остается буквально пару минут до конца нашей беседы. Знаю, что в году наступающем у вас будет еще один интересный проект, старт которого было недавно заявлено, это проект 30 скверов. Вот как раз таки сейчас в эти дни жители города Кирова могут поучаствовать в интернет-голосовании, выбрать те участки, где могут быть обустроены зеленые зоны и вы тоже приняли решение для себя, что вы в этом проекте поучаствуете. Напомните, пожалуйста, еще раз, так сказать, подтвердите свою уверенность, свои намерения в этом плане. Я считаю, что мы уверены в этом. Мы каждый год проводим обустройство территории внутри наших электростанций. Конкурс у нас проходит по благоустройству, определяем, какая лучшая станция. Будем вручать в этом году по итогам конкурса этого года подарки на станции. кроме этого, мы решили в следующем году, в 2017 году, выйти за пределы станции и посмотреть, где мы можем рядом с нашими объектами создать приличную атмосферу, зеленую атмосферу, где бы просто радовался глаз. Место уже обозначено. В 2017 году мы хотим по улице Луганской, которая напротив нашей ТАТ-4 находится, благоустроить вот это место. То есть, это газон, это деревья, естественно, это старые теплотрассы, которые уже не эксплуатируются, выводы из эксплуатации. здесь мы должны навести порядок, чтобы было красиво не только внутри нашей территории, но и с внешней стороны. Наверняка весной уже активные действия будут приниматься в этом направлении. Весна то самое время, когда у нас уборка, чистка города начинается. Завершается на этом наша программа. Напомню, что это крупный план. Сергей Береснев, директор кировского филиала компании Т-Плюс. Еще раз с Днем энергетика и ваших коллег. Во-первых, во-вторых, с наступающим Новым Годом. И наш коллектив, и всех коллег-энергетиков, которые работают на других предприятиях, я бы хотел поздравить света, тепла, домашнего уюта, благополучия, но и развития не только вашим предприятиям, нашему предприятию, но и нашему городу и нашей области. Спасибо. Всего доброго. Крупный план. Редактор субтитров А.Семкин